Такого липецкий зритель еще не видел. Впервые театр танца «Казаки России» выйдет на сцену в полном составе. 60 человек. Это танцоры, музыканты и вокалисты. Они покажут мюзикл по мотивам шелуховского романа «Тихий Дон». Продолжительность постановки – два часа. Чтобы в полной мере отразить всю историю донского казачества, артисты не жалеют своих сил, а режиссер следит за каждой деталью. Слушай, ну вы улыбаетесь, а? Идет трагедия. Здесь трагедия. Здесь человека там разрывают, вешают, а вы – а-а-а, и улыбаетесь. Ну, ребят, вы в образе должны оставаться всегда. Чтобы вжиться в непростые образы, артисты по несколько раз перечитывали произведения. Удивительно, но почти все главные роли достались молодым исполнителям. 20-летняя Зульфия Валиулина в театре всего полгода. И роль Натальи в такой серьезной постановке заставила ее работать вдвойне упорнее. Как-то все жизненно, и вживаешься в роль, и ты засыпаешь, просыпаешься у тебя в голове, ты не можешь заснуть даже. Ты вот все перетанцовываешь в голове, всю музыку слушаешь. Как-то изначально, когда мы нам ставили номер, мы слушали музыку только. Вначале наушники, на работу с наушниками. Выкладываются на полную артисты с большим стажем. Репетировать приходится с утра до вечера каждый день. Причем график концертов у казаков никто не изменял. Сложностей много, потому что стилистика спектакля, она совершенно другая. Она во многом отличается от того, что мы делали до сих пор. То есть, если мы работали до этого чисто фольклорно, народном стиле, то здесь есть элементы и классического танца, и модерна, и такой симбиоз достаточно много нового. Впервые в своей истории коллектив выступит в новом качестве и покажет зрителям спектакль, в котором музыка, вокал и танец слились воедино. Здесь покажут семейные драмы, моменты сражений и народные гуляния. Причем, как уверяют и руководители, сами артисты, постановка будет понятна даже тем, кто не считал произведением. Отвойне нет тебя на этом, мамушка! Отвойне нет тебя на этом! Спасибо! Это танец, это мимика, это без слов понятно. Вы увидите, какой характер, допустим, у того же Гришки, какой характер у Аксини, как она между двумя мужчинами, ее общение, какая трагедия со Степаном, с тем же, как он мучается, когда он понимает, что ему Аксини изменило. Это драка. Особая роль в постановке у костюмов. Над их созданием работает целая бригада. Чтобы успеть в срок, помимо местных швей, к работе привлекли еще три липецких ателье. К премьере мастерам нужно сшить около сотни сценических нарядов. Одним из самых красочных и при этом тяжелых стал костюм красноармейца. Прежде чем раскроить этот костюм, на ткань настрачивалось четыре цвета разных тканей. Потом каждый слой вырезался по отдельности, и получались большие цветовые пятна. Если вы видите, поверху наносился слой краски. И получался костюм, который поддерживал время перемен. Кропотливая работа, вложенная в женские костюмы, на каждой вещи есть элементы с кружевом. Это передает дух того времени, но еще больше усложняет труд и увеличивает время работы. На создание каждого костюма у мастеров в среднем уходит от одной до трех недель. А чтобы вещи не выглядели современно, их специально состаривают. Так, например, вот этот костюм казака. Сначала вымачивали в марганцовке, нашивали сетки и выкрашивали краской. Премьера музыкально-танцевального спектакля запланирована на 20 февраля. Впервые новую постановку покажут на сцене театра драмы имени Толстого. Кроме того, с ней театр танца «Казаки России» планирует выступать по всему миру. И обязательно на родине писателя Михаила Шолохова в Ростовской области. Юлия Чуларя, Алексей Великанов, Липецкое время. Юлия Чуларя, Алексей Великанов, Липецкое время.